всем привет с вами андрей вар сегодня в бомбич поиграем попробуем вынести доктора ти и попробуем вынести его медиками и гренадерами плюс медики плюс 50 процентов скорости и гренадеры плюс 50 процентов к урону поэтому посмотрим выживет ли доктор ти вот такой связочкой статуи бустить не буду чисто вот таким составом плюс возьму доктор аккаунт мне кажется на мое личное усмотрение это самый оптимальный герой для гренадеров потому что все остальное медики будут отвлекаться эверспарк будет впереди брик будет впереди булит будет впереди короче все будут докнуть аккаунт отлично стоит сзади вместе с медиками и только выхиливает именно мои гренадеры так первая вторая третья наверное даже и четвертая стадия будут достаточно не интересными нет кому кто мелкий кто развивается возможно даже как-то и понравится но кто большой кто уже там 50 плюс 60 плюс левел кто максимально 65 эти стадии для вас уже сильно простые я тут ничего не смогу сделать до первая стадия выносится гренадерами вообще легче же мажу до косые дам долго на самом деле можно было побыстрее себе какие-нибудь танки базуки они вы просто подошли буквально за один залп снесли но гренадерам понадобилось целых три залпа для первой стадии так это первая стадия сейчас будем переходить дальше и смотреть смогут ли гренадеры вообще выносить эти стадии ну плюс 50 процентов к урону это дохрена до гренадеры мазать не перестанут но в то же время когда они будут попадать по зданиям они будут носить на 50 процентов больше дэма джо но тут конечно да сканонерки решил потестировать потому что гренадеры не тратят заряд для высадки как танки как и гневики и до сканонерки гренадеры только с берега снесли одно защитное сооружение я уже сканонерки все снёс следом за этим переходим к третьей стадии но уже здесь не хотя сейчас защитных сооружений не особо тоже много поэтому гренадерам будет достаточно легко сносить что могу сказать по защитным сооружениям пушки бум шоковые установки ракетницы мортиры все а и снайперки снайперки достают именно до гренадеров все остальные здания как-то ну если вот например если гренадеры друг дружку не выталкивают обычная пушка до них не достаёт но стоит гренадерам друг друга начать выталкивать то есть вперед они начинают один перед одним выходить в ходе ходить и пушки и пулеметы до них начинают доставать. Огнеметы нет, настолько все-таки гренадеры друг друга не выталкивают, чтобы огнеметы до них доставали, но пулеметы и пушки начинают доставать до гренадеров, когда они друг друга выталкивают. Но гренадеры, если стоят в один ряд, то, конечно, достают гораздо дальше. Вы видите, сейчас они стали в три ряда, то есть дальние достают до штаба и ближние достают до штаба, но до ближних и до средних уже и пулеметы, и обычные пушки уже бы доставали. Так, это третья стадия. Легко, на самом деле, действительно идет легко, Гренадеры сильные, они в принципе и так достаточно неплохи Возможно даже кто, у кого сейчас они даже не максимального левела Эти стадии могли бы пройти просто чисто соло гренадеры Так, вот такая четвертая стадия Сейчас тоже проверим, что гренадеры могут показать Так, здесь пушки бум Вот пушки бум это 100% для сноса Плюс шоковая установка тоже 100% для сноса Потому что эти здания, ну по-любому достают до гренадеров Все-таки, например, танки ливень стреляют дальше, чем гренадеры Потому что я как-то снимал, показывал, что танки ливень стреляют дальше Соответственно, пушки бум не достает Ну и, например, даже от шоковых установок проще Если перед шоковой установкой какое-то здание Все-таки танки ливень могут стрелять по этому зданию И заодно задевать шоковую установку Нет, с гренадерами такой фокус не пройдет Они все-таки стреляют гораздо ближе Видите, даже пулемет до них достает Ну, соответственно, это я так фитиль перебросил И вот сейчас, смотрите, самый главный момент Вот сейчас мы убьем эти критеры И вот, видите, пушка за счет того, что эти гренадеры Друг друга повыталкивают Одни стоят далеко, а вторые стоят гораздо ближе Пушка достала до моего гренадеров В этом реально огромный минус этих гренадеров Что они друг друга выталкивают Притом же они не танки Они не такие толстые, как эти танки Не такие толстые, как огневики Чего они друг друга выталкивают, непонятно Да, но вообще потери минимальны Один гренадер это вообще ни о чем Четвертая стадия пройдена На данный момент у меня есть бесконечный резерв Но даже если бы у меня не было бесконечного резерва Восстановить одного гренадера это быстро даже если за алмазы это дешево так это была четвертая стадия будем сейчас переходить к следующей пятой стадии попробуем снести моими же гренадерами пятую стадию да здесь уже защитных сооружений становится все больше и больше поэтому попробуем пятую стадию обойти сзади не то что я бы спереди не забрал конечно забрал мне канонерки вагон я бы смог снести и шоку установка там еще и пушку бумом стрелять снести но возможно у кого-то гренадер не максимального левела и вот именно вам лучше обойти эту базу аккуратненько тихо спокойно сзади так чик 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 по краешку обойти посносить ну я уже здесь не сильно стал перебрасывать сейчас гренадеры будут сносить своим мисс кликами своими миссами реально огромнейшее количество там и пулемет задним наносить дэмэдж и снайперским установки вот снесли и обычную пушку соответственно за счет того что они мажут вот насчет снайпер витя снайперки достают до гренадеров и они убивают реально 1 гренадер то есть медики даже несколько справляются чтобы выхилить плюс 50 процентов к скорости медикам где же вы где вы были когда убивали моего 1 гренадера да когда снайперки стреляют не 1 а когда стреляет например две три снайперки в 1 гренадера но здесь уже медики помочь не могу да если бы например было лодок 45 медиков конечно 45 лодок медиков выхилили бы от этих двух снайперов но когда всего две лодки медиков плюс 1 лодка отвлекалась на верхнюю снайперку которая стреляла по гренадерам 1 лодка на нижнюю ну и такое количество медиков все таки не способна выхилить от урона конечно здесь уже под синкой на 5 стадии именно доктора ти от ракетниц как видите вообще изи защищает просто медики реально бездействуют две ракетницы не могут снести а гренадеры их могут то есть они стреляют по штабу но еще на 6 на ну на клеток 9 точно за за штабом достают и за штабом на клеток 9 сносит здание вот такая пятая стадия ну просто реально просто блин надо надо как-нибудь взять какой-нибудь мелкий аккаунт попробовать на мелком посносить тоже вот гренадерами там еще чем-то ну каком-нибудь аккаунте 50 там где гренадеры там левела 3 4 но моего максимального левела гренадеры вообще все это сносит легчайше вот стадии 6 стадии как видите защитных сооружений чуть ли не пол база уже в защитных этих сооружений да я там несколько ну и хрен с ним то есть зарядок она нет у меня хватит для того чтобы снести вот эту пушку обязательно и пушку и пушку бум для сноса потому что они бы доставали именно а сейчас смотрите аккуратно я высажусь вот здесь ну немножко и снайперка подоставал немножко огнемет подоставал и ракетницы достают но медики как я в прошлом на прошлой стадии говорил что медики от ракетниц выхилю то есть реально две лодки медиков сколько здесь раз два три 4 5 5 ракетных установок но медики медикам это вообще не проблема серьезно снайперки проблемы пушки бум проблема пушки проблемы ракетницы не проблема именно чтобы выхилить мои гренадер так поэтому здесь я буду продвигаться особо здесь носить такое ничего не буду единственное для сноса надо будет вверху вот есть одна пушка бум и и обязательно сносить плюс там вот видите в самом верху пушка и шоковый сторонок вот это надо будет снести потому что все таки шоковый установка будет доставать пушка бум по-любому будет доставать даже если гренадеры друг друга выталкивать не будут пушка бум до них будет все равно доставать поэтому обязательно эти здания для сноса все остальное здесь снайперки там ракетницы мортиры пулеметы нет все остальное все фигня в принципе все остальное я и так снесу так отлично гренадеры вот чувствуется Реально чувствуется 50% урона, я понимаю, что не у всех этот урон есть, кто еще маленький, кто еще раскачивается, у кого нету большого левела радара, потому что от радара зависит, эти племена будут у вас появляться или нет, они появляются с какого, с 18 или с 19 радара первые племена начинают появляться, потом на 19 еще плюс племена добавляется и на 20 левеле радара появляются абсолютно все племена максимально, плюс после этого еще племена надо раскачивать, то есть ну не все так быстро. Конечно, когда вы качаетесь, кажется, а блин, долго раскачивать племена, но на самом деле чуть-чуть задроте, все, все происходит быстро, реально я эти племена прокачал, не знаю, там в течение месяца, ну максимум, поэтому если хотите, то племена можно прокачать быстро, самое главное, чтобы они появились. Так, это шестая стадия, как видите, мискликает реально дохренича, сзади кучу защитных сооружений снесли, стреляя в штаб. Вот такая шестая стадия, пройдена шестая стадия, сейчас будем переходить к последней стадии, но я уже даже на шестой понял, что ну даже не надо будет ничего запыливать, даже не надо будет ничего париться, можно будет снова лежать вообще в свое удовольствие, тыкать просто по дисплею монитора и гренадеры все равно все снесут. Трудностей каких-то у них не возникнет именно при сносе сегодняшнего всех семи стадий Доктора Ти. Так, первую, самое главное, шоковую установку для сноса, потому что она будет доставать. Ракетница пусть остается, дальше посмотрим, здесь уже пулеметы, пушка, огнеметы, ничего не достает, как видите, до моих гренадеров. Так, здесь вот это надо пушку снести, да, потому что, ну она все-таки возможно будет доставать за штабом, а возможно не будет, то есть лучше не рисковать. И дальше все остальные вот эти пушки, три пушки и одну пушку бум я все-таки буду держать под шоком, посмотрим, что из этого может получиться, снесут ли быстро именно гренадеры вот эти пушки. Так, хорошо, окей, здесь ясно, здесь минки еще тоже остаются, это обязательно для сноса, красные мины обязательно, потому что это минус сразу гренадеры, да и на зеленых тоже, если там 2-3 зеленые мины будут, но гренадерам тоже не поздоровится. Ооо, я шокал, блин, видите, я шокал именно эти пушки бум, пушки, а 2 снайперки снова посносили моих гренадеров, снова 2 снайперки, которые стреляют в одного гренадера. Ну, не хватает медикам скорости для того, чтобы выхилить этот урон, который вносят эти снайперки. Мой косяк, у меня был и заряд на канонерку и для этих снайперок, можно было выхилить, но я поленился, заскучал, отвлекся и, короче, да, парочка гренадеров все-таки сдохла. Но это не помешает мне снести седьмую стадию Доктора Ти. Да, вот так просто, да, без каких-то там особых затрат и без каких-то там мега перезаходов или еще, да, когда ты развился, когда ты максимального левела, гораздо проще сносить. Я просто вспоминаю, когда я развивался, только когда все это проходило, когда по 10 попыток, чтобы снести там шестую, седьмую стадию Доктора Ти, сейчас все гораздо проще проходит. Вот сейчас я прохожу в свое удовольствие. Могу снимать для вас видосы, могу болтать, не надо как-то реально просто рвать жопу, чтобы пройти как-то седьмого Доктора Ти, потому что седьмой, ну, реально очень сложно, когда ты, например, тридцатый, сороковой левел, ну, сорок третий, сорок четвертый я уже на этом левеле по чуть-чуть начал проходить изредка Доктора Ти, но тогда я гренадерами не проходил. Конечно, я проходил или базуками, или торами, ну, иногда экспериментировал еще, конечно, танками, но не гренадерами, но сейчас можно даже попробовать эти стадии, вот по аналогии попробовать пройти гренадерами даже первого левела. Может быть, получится первого, может быть, нет. Если гренадеры будут шестого плюс левела, я думаю, проблем вообще не возникли. Вот такие семь стадий, вот так прошел гренадерами усиленными вместе с медиками, получилось просто, реально, я вообще не напрягался, просто вообще. Если вам такой видос понравился, то, конечно, не забудьте поставить лайк, не забудьте подписаться на канал, ну, а с вами был Андрей Варк, как всегда, всем пока!